Это лайф, и мы продолжаем раненую в Сирии Ирину Баракят, которая закрыла с собой детей от минобоевиков, пока не могут переправить в Россию. Трудности возникли из-за того, что Ирина гражданка Украина. МЧС России просто не имеет права ею заниматься. Эвакуировать ее должны украинские представители, которых вообще нет в Сирии. Но родственники надеются на положительный исход дела, ведь об этой истории узнали во многих странах, да и сама Ирина хочет лечиться только в России. Сама она из Одессы, но живет в Сирии. 13 лет. Трагедия произошла две недели назад, когда Ирина с тремя своими детьми была в гостях у родителей ее мужа-сирийца. В их дом попал снаряд, выпущенный боевиками из так называемой шайтан-пушки, самодельная мортира. Ирина только успела прикрыть собой детей. Меня ударила воздушная волна. Ощущение было, будто меня засунули в бак с водой и стали колотить по нему. Когда я очнулась, то увидела, что мой свекор погиб. Свекровь сильно ранена. Тогда я еще не знала, что она тоже погибла. Сын был ранен. У него сломана нога. У меня тоже разорвало ногу и руку справа. Пострадала и левая нога. У меня трое детей. Я должна помочь моему мужу поднять их на ноги. Но как же я теперь это сделаю? В госпитале Ирине врача ампутировали до колена правую ногу и кисть правой руки. Также серьезно пострадала левая нога. Врачи пытаются ее спасти, но никаких прогнозов пока не дают. Все это время рядом с Ириной находится ее муж Ахмат. Меня дома не было. Мне брат позвонил. Скорая увезла ее в университетский госпиталь. Там оказалось слишком много раненых и состояние жены было тяжелое. Поэтому нам пришлось перевезти ее в спецгоспиталь в Алеппо. Она была на грани смерти, но Бог спас ее. Каждый день мы ее переносим в хирургию на перевязки. Молимся Богу, чтобы он ее сохранил для нас. Врач говорит, что такие раны долго лечатся. Надеемся на лучшее. Русскоязычная община в Сирии выходцев из бывшего Советского Союза собрала необходимую сумму на лечение и лекарства для пострадавшей. Сама семья небогатая. Муж фармацевт. Но его аптека находится в пригороде, где идут бои, поэтому он не может работать. Но если деньги закончатся, Ирину могут выписать из госпиталя досрочно. Родственники и друзья надеются только, что какая-то из московских клиник согласится принять ее на лечение. Субтитры создавал DimaTorzok